И тогда ты будешь наполненным. Человек не может быть наполненным сам по себе. Память, через память это происходит. Даже если ты один, никого нет, песен нет никаких, вспомни святого человека. Это то, о чем я писал в свою диссертацию. Спрашивали о чем. Говорил о примере, о памяти, о том, как работает эта система. Что если человек вспоминает, даже просто правильный пример для подражания, святость, чистоту, то он уже таким становится, он меняется сам. То есть вот на этом основана молитва. Человек должен настроиться не на себя. Понимаете, как действует судьба? Судьба действует через память, сердце. Она приковывает к себе болью своей. Человек даже спать не может. Он постоянно думает, думает, думает о том, как ему плохо. И единственное, что может спасти человека, это опять же память. Если человек забывает про себя и начинает побеждать судьбу в своем сердце с помощью памяти о святости, о тех, кто молится, он забывает про себя, то судьба начинает побеждаться. Понимаете? Как работает система? То есть надо забыть, когда тебе больно, надо забыть про свою боль. Начать думать о тех, кто молится, о других людях. Или просто иди что-то делай для других. Корми там птичек, корми собачек, желай всем счастья. Делай что-то доброе. Забывай про себя, иначе ты проиграешь в своей судьбе. Если ты забыл про себя, она тает. Злая судьба тает. Если про себя помнишь, уничтожает тебя. На этом основана молитва. Человек в молитве думает о Боге, забывает про себя. Самая лучшая молитва – это прославление Бога. Когда ты вообще ничего не просишь у Него. Просто прославляешь Его и забываешь про себя. И в этот момент Бог начинает тебе помогать. Ты о Нем думаешь, Он о тебе. Когда ты о себе думаешь, Бог туда не зайдет. И поэтому люди горят, гаснут в страданиях. Жажду. Злой властелин. Видите, человек прикован. По памятью, мой злой властелин, все будет. Я как жажду среди мрачных, жажду уже забыть. Я хочу забыть. Но память, мой злой властелин, все будет. Минувшая и будет. И ты не можешь от этого отвязаться, потому что ты не знаешь, как. Хоть ты о ней хорошо думаешь, хоть плохо о том, что произошло. Все равно ты будешь к этому приковываться. И это безвозвратно. Единственный способ – это начать служить, отдавать свою силу Богу, прославлять Бога, заботиться о людях, в храме что-то сделать. Даже на природе просто пройтись, прогуляться, подумать просто о птичках. Это уже мать природа, она тебя будет успокаивать сама. Ты пошел на природу, отвлекся от себя, пошел погулять – будет спокойнее. Пошел в храм служить – еще будет спокойнее. Начал что-то делать другим – еще спокойнее. А если начал молиться, то есть думать о Боге, тогда будет супер вообще спокойно, потому что энергия Бога побеждает препятствия непреодолимых в жизни. Спасибо, хороший вопрос.